Суворов Здравствуйте, меня зовут Антон Махнырев, я экскурсовод исторического музея. Сегодня я расскажу вам, чем же был награжден выдающийся русский полководец Александр Васильевич Суворов за взятие Измаила. 11 декабря 1790 года русская армия под предводительством Суворова взяла казавшуюся, ну чуть ли не всей Европе, неприступную турецкую крепость Измаил. И как писал главнокомандующий русской армии Потемкин Екатерине, не просто сам Измаил, а армия турецкая в 30 тысяч с лишним человек была истреблена в пространных обширных укреплениях измаильских. Добавим, кстати, укреплениях, которые строились под руководством одних из самых лучших французских и немецких инженеров Европы в рамках помощи Османской империи, которую Европу оказывала против России. И вот Суворов берет эту крепость. Вся Европа в восхищении, действительно, их подвигом страшась, дивился мир, как напишет Пушкин об этих победах Екатерининской эпохи. И чем же наградить Суворова? Суворов к тому времени генерал-аншеф, конечно, есть высшее еще звание генерал-фельдмаршал, и мы тоже об этом упомянем, что было же с чином у Суворова. Но Суворов имеет к тому времени все уже российские ордена. А в то же время нужно как-то значимо отметить Александра Васильевича. И Потемкин предлагает Екатерине II выбить именную настольную медаль в честь Суворова, которая у нас и представлена в экспозиции. Оттиск, правда, уже 1860-х годов работы Михаила Кучкина. Но этот оттиск выполнен с той медали, которая была сделана еще для Суворова знаменитым придворным немецким медальером, но работавшим при имперарском дворе России, Карлом Либерехтом. Екатерина II пишет стать секретарю Трощинскому, что надо срисовать, когда вернется с фронта, образ Суворова, и действительно сделать ему медаль, о чем она дала и поручение. В 18-м столетии изготовление именной настольной медали было эксклюзивным, это было очень редким актом. Можно даже перечислить. В честь Румянцева-Задунайского она была выполнена, ну так это целый ряд побед, в первой из двух Екатерининских русско-турецкой войн, и под его руководством был заключен также Кичуканажирский мир с турками 1774 года. В честь Чесменской победы Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского. И еще было три именных медали у Потемкина в честь присоединения Таврии Крыма к России, в честь учреждения Екатеринославского наместничества, и также в честь взятия под предводительством Потемкина крепости Очаков. И вот теперь 1790 год, даже уже переходящий на 1791, потому что все это на стыке годов решалось, Суворову учреждается медаль графу Александру Васильевичу Суворову Ремникскому. И на аверсе этой медали, то есть на лицевой стороне, изображен профиль Суворова в образе античного героя Геркулеса. Это, если говорить по-древнеримски, древнегречески ему соответствует Гераку. Он на кинутой шкуре изображен немейского льва, это один из подвигов Геракуа. Обратимся к реверсу медали, оборот на ее стороне. Там присутствует композиция из венка, из дубовых листьев, также лавровая ветвь, соответственно, символика мощи, мужества и славы. Еще и труба фанфара, вставленная как бы в это кольцо. А на кольцу прикреплены медальоны, на которых надписи Кинбурн, Факшаны, Ремник, Измаил с годами 1787, дважды 1789, 1790. И надпись над этим «Победих», то есть «Победил», а под вот этой композицией «Победы» в 1787, 89 и 90 годах. То есть, по сути, это за совокупность заслуг в русско-турецкой войне. Но этим не ограничилось награждение Суворова, которого не случайно в реляциях Потемкин называл и неустрашимым, и прозорливым, и ободряющим, и изнемогшие уже войска. Потемкин предлагает все-таки дать и высокий чин Суворову. Какой? На выбор императрицы либо генерал-адъютант, то есть ввести его в императорскую военную свиту, либо подполковника Лейбгвардии Преображенского полка. И вот здесь у нас представлен патент не на бумаге, а на тонко выделенной коже, пергаменте, как особо почетный ценный материал, с автографом Екатерины Великой. Екатерина, она пишет, с печатью сургучной, которая имеет кустодия, обрамление, то есть для защиты ее бумажное. И здесь сказано о том, что Суворов становится подполковником Лейбгвардии Преображенского полка. Опять нам может показаться, ну почему даже не полковником? Но дело в том, что полковницей, это в одного из старейших полков Русской гвардии была сама императрица, и другое лицо не могло быть жаловано выше, чем подполковником. И подполковником Преображенского полка ходили те же самые и Румянцев, и Потемкин. Почему Екатерина II не избрала генерала-адъютанта? Ну дело в том, что сам Александр Васильевич Суворов о себе говорил, что он растение иногда, не трогай меня, или электрическая машина, которая может заискрить от малейшего прикосновения к ней. Такой человек был важен России императрице на фронте, а не в этой генеральской свите. Там более были спокойные, лояльные, предсказуемые люди. Хотя в письмах родственника, между прочим, Суворов сетовал, а почему я не генерал-адъютант? Но, может быть, возникает еще и следующий вопрос, а почему же не генерал-фельдмаршал? Ведь Суворов был по званию генерал-аншеф, сейчас это относится как генерал армии. Но дело в том, что если бы Суворову дали за Измаил, кстати, еще не поставивший победную точку в войне звания генерала-фельдмаршала, то Суворову нужно давать в командование отдельную армию. И тогда он выходит из-под командования Потемкина. А дело в том, что Потемкин уже не первый год координирует действия фронта от Дуная до Кавказа, увязывая это еще со знанием международной политики. А Суворов был фактически тактическим, блестящим, безусловно, исполнителем общих стратегических предначертаний Потемкина. Суворов станет еще генерал-фельдмаршалом, но это будет, кстати, уже после смерти Потемкина в 1794 году за взятие Варшавы. Итак, мы можем подытожить, что Суворов был достойно, несмотря на некоторые обиды весьма сложного его как человека, но в целом достойно все-таки награжден за взятие Измаила. И, конечно, Измаил приблизил мир с турками Яски, хотя будет заключен мир только через год, но он фактически уже деморализовал турок. И эта война увенчается победой России, именно по ней, по войне 1787-1991 года. Россия подтвердит свой статус черноморской державы, и подтвердит присоединенный между двумя русско-турецкими войнами Крым. Ну, а увидеть и медаль памятную Суворовскую, и патент на чин подполковника Преображенского полка можно в 27-м зале основной экспозиции исторического музея, как раз и рассказывающем о месте России в системе международных отношений второй половины XVIII века. Продолжение следует...